Всем привет! С вами Безруков Иван и сайт VideoSmile.ru. Сегодня в этом уроке мы поговорим, как сделать вот такую вот непростую сцену на первый взгляд, но простую в исполнении. Пройдемся по основам ее создания в Cinema 4D и закончим все постпродакшеном в After Effects. Что ж, давайте начнем. Открываем новую сцену в Cinema 4D и не медленно начинаем создавать. Итак, давайте кинем на нашу сцену сферу, изменим тип полигонов на Icosohedron, увеличим количество сегментов до 30. Далее, чтобы наша сфера стала похожа на вот такой вот пузырь, который в дальнейшем можно будет анимировать, необходимо применить деформер под названием Displacer. Кидаем его в под объект к нашей сфере и давайте немножко настроим его. Переходим во вкладку Shading и в параметрах Shader. Выбираем Noise. Шум. Кликаем по картинке с нашим шумом, увеличиваем размер Global Size до 600%. И, собственно, все. Далее, если в этом уроке я постараюсь как можно быстро все рассказать, донести самое главное, что важно запомнить здесь. Я показываю пример на статичной картинке. Вы же можете сделать все в виде анимации, которая будет смотреться намного интереснее и реалистичнее. Чтобы анимировать наш пузырь, необходимо выбрать процент скорости и нажать Play. Помимо этого, есть параметры, которые отвечают за скорость исполнения. К примеру, если мы выберем Animation Speed 3, будет вот такая вот... Не знаю, кому-то может быть понравится, но по мне это некрасивая анимация. Выбираем значение 1 и видим, что она более-менее стала плавная. Давайте увеличим количество кадров. Можно даже поставить 0,08 или 0,07. Отлично. Далее, что необходимо сделать, это поиграться с глубиной нашего деформера. В параметрах Strange можно увеличить силу выдавливания нашей сферы. И вот она уже более-менее похожа стала на такой пузырь, который у нас будет в финале. Отлично. Далее необходимо нашу сферу заклонировать по всей нашей сцене, чтобы их было много, чтобы они были рандомно разбросаны по всей композиции. Выбираем нашу сферу с зажатым альтом, идем в Mograph, Cloner. Наша сфера продублировалась. Сейчас мы увеличим значительно количество клонов, и сцена может немножко подтормаживать, поэтому я уменьшу количество сегментов до 15. Но это на время, пока мы работаем во вьюпорте. Когда мы будем рендерить, я увеличу количество сегментов до не меньше 50, это точно. Итак, настройки клонера. Выбираем мод Grid Array. Это чтобы наши клоны были расположены по сетке, воображаемой такой. Ну, видите, 3 на 3 она в данный момент. Увеличим количество 5 на 5, или даже, наверное, 10 на 10. Да, будет тормозить. Ладно, давайте оставим 5 на 5. Это все-таки урок, и я не собираюсь сейчас загружать в свою машину. Главное мне донести до вас суть. Увеличим размер сетки нашей, по которой будут клонироваться наша сфера. Отлично. Так что мы с вами видим, что сетка идеально ровная, поэтому нам надо ее немножко рандомизировать. Убираем наш Cloner, идем в Mograph, эффектор random. Эффектор, который, как уже понятно из названия, рандомизирует положение клонеров. Давайте увеличим эффект позиции до 500. Ну и уже более-менее похоже на то, что у нас имеется в финале. Давайте также изменим параметры Rotation рандомными значениями, чтобы сферы не выглядели одинаково. Создадим в нашу сцену камеру и быстренько настроим параметры вьюпорта. Разрешение поставим 1280 на 600. Да, вот такое вот широкое, немножко нестандартное по отношению к 1280 на 720. И, собственно говоря, можем увеличить ширину нашей линзы, допустим, до 45. Отлично. Если мы зарендерим, особо результата не видно. Давайте увеличим количество сегментов до 30. Теперь, если мы нажмем Play, мы видим, что все сферы наши анимированы. Давайте немножко анимируем положение самих сфер в пространстве. Делается это очень просто. Мы идем в наш рандомный эффектор, и у нас мы здесь видим параметр Strange. Это сила рандомизирования. Если мы убавим на 0, то все наши сферы вернутся в исходное положение, которое было задано клонером с помощью ситки Grid Array. Если мы анимируем нашу силу эффекта рандома, то можно немножечко сымитировать положение наших сфер в пространстве. Таким образом, мы, к примеру, от 70% ставим ключик, зажимаем Ctrl и левым кликом кликаем по этому кружочку. Далее переходим на последний ключевой кадр и выполняем Strange 100%. Опять Ctrl-клик. Теперь, если мы перемотаем и нажмем Play, то видим, что наши сферы дофига. Давайте попробуем на 150. Нет, 300. И ключ передвинем на 150, а потом уменьшим количество фреймов в нашей сцене. Теперь, если мы нажмем Play, то видим, что наши сферы перемещаются в пространстве. Отлично. Еще раз напоминаю, что финал я буду показывать в статичном изображении. Вы же можете сделать анимацию, которая будет смотреться намного красивее. Следующее, что необходимо сделать, это добавить элементы света, окружения и материал для нашей сферы. В этом уроке я буду использовать пресеты от Grayscale Gorilla. Вы можете зайти на его сайт. Сейчас я быстренько покажу. У него достаточно много интересных пресетов. Но, в частности, я буду использовать пресет под названием LightKit Pro. Идем в пресет. Точнее, не LightKit Pro, а, извиняюсь, HDRI Studio RIG. В нем есть такой неплохой пресет. Выбрав его, он предлагает нам вставить в сам пресет элемент окружения. Проще говоря, обычным языком небо, которое способствовало бы изменению света в сцене. Ну и, помимо этого, наши сферы с отражениями принимали бы на себя этот цвет. Итак, давайте выберем необходимое нам небо, студию в данном случае. Я буду использовать нестандартную. Вы можете использовать абсолютно любую. Это уже на свой вкус. Итак, Favorites. Я буду использовать вот такую. Она очень яркая сама по себе. Поэтому я уменьшу параметр яркость до 8%, наверное, процентов. И отключу видимость в камере. Это мы сделаем для того, чтобы, когда отрендерили изображение, наша картинка или либо наша анимация имела прозрачный фон, чтобы уже в постпродакшене, в After Effects, мы могли его задать по своему вкусу. Отлично. Теперь, что необходимо сделать, это включить глобальное освещение. Идем в Render Settings, Effect, Global Illumination. В пресетах выбираем Sky Sampler и количество сэмплов выставляем как можно больше. Ну, не меньше 300, это точно. Но так как это урок, я оставлю 200, чтобы рендер происходил гораздо быстрее. Итак, вернем нашей сфере законные 50 сегментов. Попробуем зарендерить. Посмотрим, как наши сферы начали принимать окружающий свет. Отлично. Мы с вами видим, что появились небольшие тени, появились затемнения со стороны, где наша сфера не обращена к свету. Давайте создадим материал, который мы применим к нашим сферам. Кидаем его сразу на клонер, чтобы все подчиненные объекты применили этот материал. Ну, тут уже на самом деле настройки материала. Это задача скорее творческая, чем повторять за кем-то. Ну, самое главное это здесь включить канал отражения. Reflection с шейдером под названием Fresnel. Он делает такой переход. То есть в центре объекта у нас нет отражений, но по краям оно, можно сказать, максимальное. Теперь, если мы зарендерим, то увидим, что наша сфера начала отбрасывать свет или обычным образом отражать. Видим, что у нас здесь такие неровности. Это все исправляется с помощью сглаживания в настройках рендера. Давайте немножко убавим отражений. Brightness поставим на 50, а режим смешивания нашего шейдера на 70. Даже, я думаю, Brightness поставим на 40. Отлично. Цвет менять не будем. Мы включим сглаживание, поставим Best и оставим все, как он нам предлагает. Так как это у нас статичная картинка, то кроме как выставления уровня сглаживания, нам ничего не понадобится. Если вы используете анимацию, если вы будете рендерить анимацию, то впоследствии вы можете огорчиться, увидев, что у вас все равно будут такие неровности, скажем так, блики в тех местах, где объект имеет очень много отражения. Будут какие-то мерцания непонятные, никому не нужные. Исправляется это очень просто. В параметрах сглаживания идем в фильтр и выбираем Gauss Animation. Что он делает? Он усредняет пиксели, очень яркие, конкретно пиксели отражения, и делает их немножко мутными, тем самым убирая всякие сверкания левые, которые даже самое лучшее сглаживание 16 на 16, 1 на 1, не уберет никогда. Хотя при этом рендер будет длиться, я не знаю, на среднем домашнем компьютере от нескольких часов, я думаю. Поэтому мы в нашем случае, так как у нас картинка, я выставляю стандартное сглаживание на Steel Image, значит, что одна картинка, не анимация. И, собственно говоря, все. Ну, по поводу рендера, вы можете выставить здесь все фреймы, all frames, если хотите рендерить анимацию, FPS, количество кадров в секунду. И я думаю, на этом все. Ну, количество сэмплов у вас глобального свечения вы можете также увеличить. Нет, что еще? Если вы заметили, то в финальной картинке у нас присутствует глубина изображения, то есть задний фон у нас заблюренный, замутненный. Передний фон у нас в фокусе. Для того, чтобы это сделать, необходимо сказать нашему рендеру, чтобы помимо основного изображения он рендерил канал с глубиной изображения. Для этого включаем Multipass, то есть несколько подходов, и в параметрах в меню Multipass выбираем в самом низу, здесь оно вряд ли войдет в режим, в окно записи, но в самом низу есть в самом последнем пункте канал Depth, то есть глубина. Все, собственно говоря. Теперь, если мы поставим рендериться, то указав путь, куда мы хотим сохранить сейв, как видим, получилось, что при включении Multipass у нас появилось и куда должны сохраняться отдельные мультипотоковые каналы. Это очень удобно, если вы не хотите, чтобы в вашей папке, куда вы все сохраняете, была путаница. Выбираем нужный путь, куда мы это все будем рендерить, но так как я уже это проходил, я заново рендерить не буду, открою свой проект. Что еще по поводу интересных фишечек и плюшечек для тех, кто любит поэкспериментировать с анимацией. Есть интересная вкладка Compositing Project File. Нажав клавишу Save и Include 3D Data и выбрав необходимый нам продукт, в нашем случае Adobe After Effects, и нажав Project File, выбираем, куда сохранить, автоматически в папку с зарендеренными файлами, с зарендеренной очередью картинок либо уже готовым видеофайлом, сохранится также файл проекта Adobe After Effects, открыв который в самой программе, вы обнаружите очень интересную фишку. Это касается тех, кто рендерил анимацию. Что в After Effects появится камера, которая была у нас в нашей сцене. Она появится не только сама по себе, она появится со своими кейфреймами. То есть если у нас камера будет иметь анимацию, то и в After Effects она будет иметь анимацию. Это очень классно, если вы будете использовать такие фишки, как Optical Flares, блики, свет дополнительный в сцене, либо какие-то дополнительные 3D элементы, но уже в After Effects. К примеру, текст. То есть если у вас камера движется, то вам не надо будет дополнительный трекинг проводить в вашей сцене и так далее. Данные камеры будут в вашей сцене. Ну что ж, думаю, все насчет рендера. Мы жмем Render и переходим к Post Production. Отлично. Итак, наш рендер завершен. Давайте импортируем наши два файла в окно проекта. Но так как они у меня уже здесь были, я просто покажу, как это сделать. После рендера у вас появятся два файла под названием, которое вы задали основное, и с префиксом Depth. Помимо этого, вы также, если вы рендерили анимацию, увидите здесь файл с расширением EAC. Его вы также открываете, и он у вас откроется в After Effects, как готовая сцена. Импортируем эти два файла и кидаем на создание новой композиции, иконку. Отлично. Кинули мы его в нашу сцену, и видим, что фон у нас прозрачный. Я забыл упомянуть, что не все, кстати, форматы имеют свойства прозрачного фона. К примеру, если мы зарендерили бы в каком-нибудь JPEG, то, насколько я знаю, то JPEG не знает формат прозрачности слоя альфа. Однако, если мы выбрали бы формат тега, торга, то у него, конечно же, есть альфа-канал, альфа-ченнел, который автоматически включается. Итак, давайте создадим задний фон, Layer New Solid. Ок. Кидаем его под основной слой с изображением, и давайте кинем на него какой-нибудь градиент. Generate Ramp. Выберем тип радиальный, переместим к центру. Цвет центральный будет серый, можно даже выбрать примерный цвет нашей композиции, и немножечко его затемнить. А внешний цвет мы выбираем черный. Можно увеличить расстояние, и немножко сделать темнее. Отлично. Итак, далее, что необходимо сделать, это поиграться с настройками глубины. Не зря же мы рендерили депт-канал. Итак, создадим новый Adjustment Layer, на который мы будем применять наш эффект глубины. Для того, чтобы его применить, необходимо перейти в параметры эффект Blur Lens Blur. Достаточно сложный эффект в плане симуляции заблюренности, однако есть помимо него достаточно простые, вроде Fast Blur, либо Radial Blur. Они рендерятся намного быстрее, но имеют качество хуже. Ставим галочку Repeat Edge Pixels, это чтобы не было вот таких вот прозрачных по окантовке нашей сцены краев. И, собственно, необходимо, какой следующий шаг сделать? Это кинуть в нашу сцену канал с глубиной. Кидаем его под Adjustment Layer. Если мы увидим, что передний ближний к нам фон, он имеет белый, дальний фон, background имеет серые оттенки. Выключаем его, он нам не нужен. Переходим обратно на наш Adjustment Layer и в параметрах Depth Map Layer выбираем наш канал Depth. Отлично, теперь мы видим, что передний фон у нас заблюрен, задний фон у нас имеет фокус. Для того, чтобы поменять местами это, чтобы задний фон был не в фокусе, ставим галочку Invert Depth Map. Великолепно! Что мы с вами видим? Передний фон у нас имеет четкие границы, задний фон заблюрен. Можно, конечно, увеличить размер блюра, допустим, до 25. Тогда мы с вами видим, что блюр стал еще сильнее. Но я думаю, что до 20 мы обойдемся сполна. Отлично! Следующее, что можно сделать в нашей сцене, это добавить немножечко контраста. Создадим еще один Adjustment Layer и кинем на него цветокорректирующий эффект Curves. Кривые. Немножечко добавим контраста, но совсем-совсем немножечко. Отлично! Если мы посмотрим на нашу оригинальную сцену, то мы можем увидеть здесь такой вот блик. Его можно создать с помощью плагина от VideoCopilot. Он, конечно же, платный. Называется Optical Flares. Кто хочет, может его купить, либо скачать, как угодно. Создаем новый слой и кидаем на него этот эффект. Отлично! Идем в Options и выбираем необходимый нам пресет. Я уже знаю, какой я выберу, но вы можете выбрать, который вам больше всего нравится. И выбираем режим смешивания на добавление, Add. Отключаем видимость только этого слоя и меняем положение на интересующую нас позицию. Что по поводу вот этого текста, который я сюда добавил. Он очень здорово будет смотреться, если это будет анимация. Но статичная картинка тоже неплохо выглядит. Но если это будет анимация, и текст будет соответствовать движению камеры, то есть привязан к примеру к нашей маленькой сферой, то это будет просто замечательно выглядеть. Как его сделать? Вот такой вот текст с тонким шифтом, с такой вот рамочкой. Это все очень просто делается. Обычными шейпами. Ну, я по-быстренькому это сделаю, покажу. Давайте создадим новую композицию. Берем инструмент текст и пишем какую-нибудь ерунду. Отлично. Шрифт я использовал типограф Pro, самый-самый тонкий. Итак, как сделать вот такую вот рамочку? Мы берем инструмент Pen Tool. Дальше убедимся, что ничего у нас не выделено, потому как если это был бы слой, и мы начали бы на нем использовать Pen Tool, то появилась бы маска, самая обычная. Итак, берем Pen Tool, убедимся, что ничто у нас не выделено, и начинаем, нарисуем ровный вот такой вот уголок с зажатым шифтом. Это выглядит намного ровнее. Переходим в настройки Contents, Shape, Fill, и в параметрах Opacity выбираем 0, чтобы не было заливки. Отлично. Также можно изменить толщину нашей окантовки, наших уголков. Для этого переходим в параметры Stroke 1 и размер Stroke With выбираем 1, чтобы он соответствовал размеру нашего текста. Теперь обычным образом мы дублируем его, Ctrl-D, и в параметрах Rotation выбираем 90 градусов. Он у нас куда он ускакал. Ну и выставляем его в нужном нам позиции. Опять Ctrl-D, в этот раз 180 градусов. И еще раз Ctrl-D, в этот раз 270. Так же само делается соединяющая линия. Перейдем в настройки и уменьшим толщину до единицы. Отлично. Теперь если мы кинем нашу композицию номер 2, которую мы только что создали, в нашу сцену, к примеру, под второй Adjustment Layer, включим режим 3D и попробуем поместить его таким образом, чтобы он оказался в 3D-пространстве. Изменим позицию. И можем наблюдать очень классную фишку для нашей сцены. Так же можно немножечко повернуть, если переборщили. Как видите, каждый кадр просчитывается достаточно долго. Это потому, что у нас включен Lens Blur. Ну что ж, я думаю, на этом урок наш подошел к концу. Если вы здесь впервые подписываетесь на канал, заходите на наш сайт videosmile.ru. Мы выпускаем уроки по Cinema 4D, по DOP After Effects. Будем очень рады, если вы будете посещать наш сайт и смотреть нас. С вами был Безруков Иван и сайт videosmile.ru. Спасибо, что смотрите нас. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok